Всем привет! Для тех, кто первый раз на моём канале, отдельное приветствие вам. Здесь мы говорим о заработке онлайн, об изучении иностранных языков, о путешествиях, но это видео не об этом. Это видео о том, что помогает или препятствует достижению успеха в вышеперечисленных сферах. И это время. Ни для кого не новость, что время ограничено, что его вечно не хватает. Но в этом видео я хочу понять, почему и как найти время для того, чтобы достигать тех поставленных целей, которые у всех у нас есть, тех амбиций, о которых мы все мечтаем, и чувствовать себя более удовлетворённым, удовлетворённым своей жизнью. Вам наверняка знакомо понятие бюджета. Вы хотя бы имеете представление, какой у вас доход ежемесячный, какие расходы. И благодаря этой осведомлённости вы можете планировать не только ваши ближайшие покупки, траты, но и будущие достижения, будущие крупные покупки. Однако, когда дело касается времени, мы не думаем о том, что это тоже ресурс. Это ресурс, который иссякает. И в отличие от денежного ресурса, его нельзя возобновить. Его можно или потратить в пустую, или потратить с умом. У всех у нас 24 часа в сутки. Это наш бюджет. Константа, который не меняется. У президентов, у поп-звёзд, у учёных, которые запускают ракеты, у них тот же бюджет. И сильно прекрасно понимаем, что дело не в количестве, а в том, как мы это время проводим. И чтобы понимать, как это происходит, надо сначала проанализировать, а куда уходит ваше время. И для этого я записываю это видео, хочу сделать его супер прикладным. Поэтому, если вы меня сейчас смотрите на фоне или слушаете в полуха, поставьте лучше на паузу и вернитесь, когда у вас будет время сесть с ручкой, бумагой и вместе со мной быстренько проанализировать, а куда же уходит ваш самый драгоценный бюджет. Смотреть, куда уходит время. Я буду вместе с вами. Правда, у нас будут немножко разные показатели, и это нормально. Поэтому, если я спешу, ставьте на паузу и задумывайтесь, а сколько у вас на такой-то вид деятельности уходит времени. Разобьём на блоке. Первый блок – это физиологические потребности. Это тот блок, где жертвовать временем нельзя, куда время уходит и должно уходить. И чтобы анализ был более качественным, я предлагаю брать не один день, не 24 часа за основу, а неделю, 168 часов. Потому что день на день не приходится, а за неделю уже можно взять приблизительные выводы о том, куда уходит ваше время. Чтобы облегчить вам задачу, я подготовила для вас шаблон, где уже указана вся информация. Вам надо будет только вносить количество часов в неделю, и информация о других колонках будет рассчитана автоматически с помощью формул. Ссылка на скачивание этого шаблона доступна в описании видео. Я также включаю сюда пример заполнения. В видео мы несколько сумбурно проходимся по моим часам. А здесь у вас будет возможность посмотреть примеры, сколько часов может уходить на какую категорию, и следите за тем, чтобы общее количество часов не превышало 168, так как это наш бюджет. Итак, первая важная категория – деятельность – это сон. Без сна мы не можем функционировать, как биологические организмы. Поэтому возьмём, ну, в среднем люди спят 8 часов. В моём случае, с тем, что я засыпаю, просыпаюсь, уходит 9 часов. Я буду с собой честна, это многовато. Ну, такая реальность. В моём случае я 9 часов умножаю на 7 дней, и у меня получается 64 часа. Что это значит? Это значит, что из моего бюджета 168 часов в неделю, 64 часа – это 38% уходит на сон. Вот 38% уже взяли и, ну, не то, что прям выкинули, но уже вот ушла часть бюджета. Но я этим не жертвую и вам не советую. Следующая категория – уход за собой. Куда входит личная гигиена и всё, что связано с питанием. Эту категорию, в отличие от сна, можно немножечко оптимизировать, но, тем не менее, есть как есть. Там на личную гигиену, допустим, уходит где-то в час, час в день. И на всё, что связано с питанием, там, поел, убрал после себя где-то 3 раза в день, где-то 1,5 часа. Умножаем это всё на 7 и получается, в моём случае, получается 19 часов в неделю уходит на уход за собой. Это 11% от моего бюджета. Следующая категория, и заметьте, я по приоритетности выставляю категории. И третья считаю спорт, потому что спорт помогает вам, мне не только там хорошо выглядеть, но и чувствовать себя хорошо. Спорт помогает мозгу лучше функционировать, фокусироваться, сконцентрироваться и достигать лучших результатов в работе. Поэтому я бы не советовала жертвовать спортом, и в моём случае я им не жертвую. Я каждое утро делаю зарядку, и затем тоже там, ну, раньше ходила в спортзал, пока ковид не пришёл и не закрыл их. Но где-то в... у меня получается 12 часов в неделю, это 7% от моего бюджета. Я считаю, что должно быть хотя бы 5%, это здоровая цифра. 7, наверное, несколько высоковато, но вы смотрите, может быть, у вас даже больше. Следующая категория, где тоже нельзя идти на компромиссы, это семья и друзья. Это четвёртая категория, и я считаю её крайне важной, потому что мы социальные существа, и нам надо коммуницировать. Нам надо чувствовать, что есть опора, что есть близкие рядом. И, конечно, у всех у нас зависит разная ситуация. Допустим, если вы живёте с родными или с друзьями, вы там на кухне можете встретиться и начинать болтать. Это всё будет входить в эту категорию. В моём случае, так как я живу отдельно, я просто созваниваю с родителями, но у меня есть определённый график. И с друзьями я тоже делаю вылазки, там раз в неделю это тоже более-менее определённое количество времени, часов в неделю. И я бы сказала, где-то 10 часов в неделю у меня уходит на семью и друзей. Немного, но меня устраивает. У каждого будет своя ситуация, если вы более такой социально активный человек, у вас может быть намного больше. И если это вам приносит энергию, чувство радости, почему бы нет? В моём случае это 6% от бюджета. И вот эти 4 категории, это были основные категории, где идти на компромиссы я бы не советовала. В первую очередь, лучше отводить ваш бюджет на вот эти категории, чтобы быть здоровыми, чтобы быть счастливыми. А уже следующая категория зависит. Конечно, все мы едим и у всех у нас есть счета, которые надо платить. Ну, по крайней мере, у большинства я знаю. И чтобы успешно функционировать для этого, нам нужна работа, нам нужен доход. Как правило, в России, в Украине это 40 часов в неделю по законодательству. На практике может быть по-разному. Если вы работаете в офисе, и у вас вот есть чёткие часы, это и есть ваше время работы. В моём случае это более гибко, но тем не менее у меня уходит, я так почитала, 40, я скажу даже 41 час в неделю на работу. И это 24,5%. 24,5% это получается 1,4 моего бюджета. Но работа – работать, а добраться до офиса, если вы не работаете из дома, а ездите, это логистика, которая тоже забирает время. Или если в продуктовый магазин вы идёте там или едете, это тоже логистика, которая забирает время. И для этого есть у меня отдельная категория – логистика. Так её называется. Сколько времени в неделю вы тратите в транспорте, когда вы просто передвигаетесь. Здесь можно оптимизировать, конечно, можно ещё там книги читать, слушать что-то, но тем не менее в это время всё равно не можете отвезти на работу там над вашим английским языком, к примеру. Потому что как бы вы там не изучали английский в метро, тем не менее результат будет пониже, чем если бы вы сели дома, сфокусировано, в тишине работали. Поэтому у каждого своя ситуация. У меня логистика занимает очень мало времени, потому что я работаю из дома, но тем не менее я езжу в продуктовый магазин, и это где-то полтора часа в неделю. И там по делам поездить. 9-9% у меня уходит на логистику. Если вы живёте в мегаполисах, эта цифра будет намного выше. Логистика была шестой категорией, и второй в группе, которая предлагает поле для манёвра, и в эту же группу входит категория, я её назвала «Домашние дела». Все мы должны хотя бы раз в неделю немножечко подубирать там, где мы живём, постирать, помыть посуду, и это тоже время, сюрприз. И порой это больше времени, чем хотелось бы. Я так жду роботов, которые будут сами это всё делать. Но в моём случае я стараюсь оптимизировать домашние дела. Но тем не менее где-то 9 часов уходит. Почему 9? Я сюда ещё готовку вношу в моём случае, потому что я люблю так приготовить на несколько дней за раз. И это будет, да, это больше подходит к категории «Домашние дела». 9 часов – это 5,3% от моего бюджета. Смотрите, мы с вами разобрали две группы. Первая группа была жизненно важных. Категории «Сон», «Уход за собой», «Спорт», «Семья и друзья». И, как правило, вот в сумме эта категория занимает половину нашего с вами бюджета. В моём случае это несколько больше, это не 50%, а 62%. И всё из-за сна и спорта. 50% – это ориентировочный процент. Что же касается следующих категорий, такие как работа, логистика и домашние дела, здесь зависит где-то 35-40% в неделю. В среднем уходит у людей. У меня уходит 38%, и это оптимально. Что же касается остальных процентов, у нас ещё есть время, вроде мы уже всё удовлетворили свои физиологические потребности, пообщались с семьёй, с друзьями, поработали, но хочется ж и жить, и отдыхать, и радоваться. И для этого есть свои категории. Категория развлечений – это когда вы делаете что-то для души, хобби. Возможно, вы танцуете, поёте, принимаете участие в драм-кружке, но не забывайте. Когда я говорю о категории, как вот, развлечения, к примеру, я говорю именно о том времени, когда вы занимаетесь тем, что вас развлекает. А уже, к примеру, логистика, когда вы добираетесь до кружка, это другая категория. Или когда вы соединяете категорию, возможно, для вас посещение драм-кружка – это и общение с друзьями, тогда уже выбирайте, в какую категорию вы подставите посещение драм-кружка – в семью-друзья или в развлечении. Зависит от вас. В моём случае я на развлечения трачу не так-то много, или не так кажется, буквально, там, 3 часа в неделю – это 1.8%. Ну, так, маловато. Но я говорю о качественном развлечении. В моём случае, к примеру, это где-то 3 часа в неделю, это не так-то много, сюда я отнесу игру в шахматы. Я порой собираюсь и с друзьями играем в шахматы. Я бы могла отнести это в категорию «семья-друзья», но отношу это в развлечение. В моём случае это всё-таки больше развлечения, чем вот именно социализация. Следующая категория, осталось только две категории. И это категория, где у вас есть уже поле для манёвра, где у вас есть гибкость, у вас есть свобода, самовыражение. И это личное развитие. Восьмая категория – когда вы читаете, проходите курсы, изучаете что-то. И я надеюсь, вы это делаете. В моём случае это 3,5 часа в неделю. Хотелось бы больше, я в основном просто читаю. И хотелось бы больше ответить времени на чтение. В вашем случае это может быть больше даже количества часов. 3,5 часа – это 2% от бюджета, это маловато. Но теперь смотрите, когда я вижу, что так, я занимаюсь личным развитием только 3,5 часа в неделю, ну как-то маловато, да. И понимаю, что надо исправлять ситуацию, надо подумать, а с каких других категорий я бы могла немножечко взять времени, чтобы добавить сюда. Может быть, я там найду способ добираться на работу быстрее, если бы мне надо было. Или бы я оптимизировала свои домашние дела, иначе, чтобы не 9 часов в неделю уходила, а меньше. И тогда у меня было бы больше времени на то, чтобы заниматься личным развитием. И последний пункт, я считаю, что он никогда ни у кого из нас не исчезнет, даже если мы будем суперактивными и суперэффективными. Тем не менее, прокрастинация есть, таки да, у всех у нас. И если мы будем с собой честны, она занимает очень много времени. Вы можете посмотреть отчёты на вашем телефоне, сколько вы тратите на листание социальных сетей, и это будет шокирующим фактом. В моём случае это я стараюсь очень мало времени проводить в социальных сетях, и у меня на прокрастинацию, скажу так, уходит где-то 5 часов. 5 часов в неделю это 3% от бюджета. И тем не менее, тем не менее меньше, чем на личное развитие. Вот видите, как я сейчас начинаю анализировать и понимать, что да, тут надо бы вместо прокрастинации всё-таки лучше бы я не телефон брала в руки, а книгу. Ну так, пока примитивно я это анализирую поверхностно. И вот эти 3 последние категории, развлечение, личное развитие и прокрастинация, в целом должны занимать у нас, ну как должны. Желательно, чтобы занимали где-то 10-15%. Мы должны развлекаться, мы должны чувствовать, что мы имеем отдушину, а не просто там работу и занимаемся самыми последственными делами. Поэтому я смотрю и понимаю, что в моём случае это 7%, поэтому я думаю, надо исправлять ситуацию. В вашем случае, возможно, это 10-15%. Если в третьей группе у вас выше процентов, не 15%, а 20%, может быть, даже выше, мы прекрасно понимаем, что время не резиновое, значит, вы где-то жертвуете. И надеюсь, это не сон, потому что сон важен, надеюсь, это не семья, не друзья, не спорт, потому что тогда у вас физическое здоровье и ментальное здоровье будет подводить вас. Поэтому сейчас поставьте меня на паузу, или я уже почти закончила, и проанализируйте, какие сферы у вас страдают, какими сферами вы бы не хотели жертвовать и какие сферы вы бы хотели оптимизировать. И теперь, когда у вас есть эта чёткая картина, вам будет проще манипулировать, вам будет проще понимать, хорошо, я всё-таки слишком много времени трачу на то, что ищу на YouTube, а что посмотреть. Поэтому я подписываюсь только на те каналы, которые мне интересны. Если я вижу видео, но не готов посмотреть его сейчас, я ставлю его в плейлист «Посмотреть позже» и сразу ухожу с YouTube, потому что я сейчас не готов тратить время на это, у меня есть другие обязанности, другие дела. А затем, когда я уже совсем буду чувствовать себя уставшим, тогда я и буду прокрастинировать. Но это общий пример, конечно, у каждого своя ситуация, но я уверена, что теперь, когда у вас есть ясность, что у вас есть бюджет, который не резиновый, что вы понимаете, где вы тратите больше времени, чем надо бы, и теперь вы можете оптимизировать и улучшить качество проведённого времени. Отпишитесь в комментариях о вашем бюджете времени, где вы понимаете, что вы отводите слишком много времени, где бы вы могли оптимизировать, какие сферы. Поделитесь, возможно, у вас есть уже свой подход о том, как грамотно распоряжаться своим временем. И тогда, надеюсь, все мы будем достигать своих целей. Спасибо за просмотр, я очень ценю ваше время и надеюсь, вы немножечко цените моё. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и успехов вам!